Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! В рамках проекта библейского портала «Экзегет» мы начинаем чтение книги Экклисиаста или Проповедника. И сегодня сотворим некоторый пролог к этой книге. «Суета-сует», — сказал Экклисиаст, — «суета-сует, все суета». Эти слова знакомы многим, даже тем, кто не читал книгу Экклисиаста. Они вошли в культуру, в традицию. Когда мы слышим словосочетание «суета-сует», что-то такое в душе отзывается, и наша мысль начинает куда-то двигаться, начинает исследовать какие-то вопросы, которые раньше мы себе не задавали. Книга Экклисиаста — это книга, которая задает много вопросов, и перед тем, как переходить к основным ее темам, стоит сказать о ее авторстве. Книга традиционно и в Ветхозаветной, и в Новозаветной традиции приписывается царю Соломону. И только в XVII веке появились какие-то серьезные сомнения по этому поводу у некоторых протестантских библеистов. Но, опираясь на традицию, мы продолжаем считать эту книгу книгой царя Соломона, несмотря на то, что ее списки достаточно поздние. Здесь, в этой книге, откровенно говорится с прямым текстом, кто был ее автором. Говорится без имени, но написано, что это слова сына Давида и царя в Иерусалиме. А был один сын Давида, царь в Иерусалиме, и это Соломон. И эта книга Экклесиаста, книга проповедника, это как бы некая прощальная и покаянная речь Соломона. Конечно, это не покаяние царя Давида в 50-м псалме и не сокрушение перед Богом, не повергание себя в прах перед величием Божьим после своего греха. Это, скорее, книга покаяния философа. И покаяние здесь стоит понимать именно в том греческом смысле, в том смысле греческого слова, то есть метаноэ, перемена сознания, перемена ума, перемена образа мыслей. Книга Экклесиаста – это как бы переосмысление всей жизни Соломона. Но что же такое вообще Экклесиаст? Греческое слово Экклесиаст или по-еврейски Кохелет – это человек, который проповедует в собрании. Экклесия – это собрание. Так вот, Экклесиаст – человек, проповедующий в собрании или, по-другому, собиратель. О чем могут говорить эти значения слов? Во-первых, Соломон, будучи царем в Иерусалиме, имел некоторую заповедь от Бога. В Ветхом Завете есть разные заповеди. Заповеди по отношению к взрослым людям, заповеди по отношению отдельно к мужчинам, отдельно к женщинам, отдельно к священнослужителям. И были заповеди царей. Так вот, Соломон, как царь, должен был исполнять Божью заповедь, собирая раз в семь лет народ, читая им закон и толкуя этот закон. И вот в один из таких дней, и, скорее всего, в последний день своей жизни, Экклесиаст собирает людей и говорит им ту речь, которую мы услышим в тексте этой книги. Что еще обозначает слово Экклесиаст? Соломон был собирателем многих вещей. Он собирал богатство, у него был скот, у него было много жен. Он собирал и материальные блага, но в первую очередь он был собирателем мудрости. И вот он, как собиратель мудрости, предлагает то сокровище, которое он накопил за свою жизнь всем слушающим. О том, что Соломон был одним из мудрейших людей на земле, мы узнаем из Священного Писания, когда Господь обращается к нему и говорит «Проси у меня все, чего бы ты не захотел». И Соломон, вместо того, чтобы просить власти, вместо того, чтобы просить богатства, он просит у Бога мудрости. И Господь отвечает на эту просьбу очень благословно. Богу нравится, что Соломон просит мудрости для того, чтобы правильно судить народ. И просит это не для себя, а для того, чтобы помогать окружающим его людям, для того, чтобы мудро управлять государством. И тогда Господь ему обещает вместе с мудростью и благоденствие, и богатство, и власть, при этом не обещая ему, правда, долголетия. Потому что мы знаем, что долголетие в Ветхом Завете Господь обещает только тем людям, которые придерживаются заповедей Божьих. Соломон жил 60 лет, и 40 лет из них правил Иерусалимом, и 60 лет, не сказать, чтобы это очень мало для времени Соломона, но не так, чтобы очень много, потому что Соломон прожил свою жизнь неровно. Несмотря на то, что в начале его жизни мы видим такой духовный подъем, он строит храм Божий, он произносит вдохновенную молитву в этом храме, но к концу жизни он уклоняется в многоженство, он уклоняется в выдало служение, и только вот перед смертью он садится и осмысляет свою жизнь, возвращая обратно свои мысли и свои действия и свои желания к Господу Богу. При этом количество дней его жизни Господь не может продлить в силу некоторых неправильных поступков Соломона. И Библия не случайно говорит об этом, потому что в Библии написано то, что было на самом деле, и Библия – это книга о реальной жизни, поэтому личность Соломона здесь представляется сложной, что очень интересно для чтения книги Эклисиаста. Основные темы этой книги – это темы суеты и бессмысленности того, что происходит в мире. Эклисиаст говорит «всё суета». Суета, по-еврейски хавель – это не та суета, к которой мы привыкли, это не огромные усилия, которые мы предпринимаем для того, чтобы чего-то достичь или что-то сделать. Хавель – это скорее пар, это то, что выходит изо рта и легко растворяется в воздухе. Этот пар особенно мы видим, когда выходим на мороз. И для того, чтобы этот пар произошёл, нам не нужно никаких усилий. Мы просто тёплые, а на улице холодные, поэтому возникает этот пар, который очень быстро исчезает. И вот Эклисиаст говорит «всё в этом мире – это такой пар». Если читать книгу Эклисиаста без правильного понимания, без ключа, то кажется, что он говорит о том, что всё бессмысленно. И повседневная жизнь человека, и религиозная жизнь, и нравственная жизнь, и мудрость человека – всё это, казалось бы, бессмысленное, потому что это пар, это суета. Но если осознать глубину мысли Эклисиаста, глубину мысли Соломона, то мы видим, что это не совсем так. Соломон в течение всей своей книги ищет какого-то приобретения, какой-то пользы, прибыли, остатка. То есть он, как некоторый делец, ищет то, чего бы осталось с ним навсегда. И это слово в еврейском обозначается словом «итрон», «польза». Эклисиаст несколько раз за книгу спрашивает, какая польза человеку от всех трудов, которыми трудится он под солнцем. Какая польза? Что останется у тебя в сухом остатке? Когда ты умрёшь и сойдёшь в могилу, что останется с тобой, говорит Эклисиаст. И его не устраивает такое состояние, когда он ничего не сможет унести в вечность. И он ищет, что же можно унести с собой. И вот этой пользой, этим приобретением в конце концов становится Господь Бог и жизнь с Богом в вечности. Кроме того, Эклисиаст обозначает как бы два мира – под солнцем и с Богом. Мы часто увидим в его книге такие выражения «нет ничего нового под солнцем». Или он говорит о суетности всего под небом. Это очень важная мысль, которую доносит до нас Соломон. Он как бы говорит, есть мир, в котором человек как бы говорит, что Бога нет. То есть он живёт, как будто Бога не существует, как будто не существует в вечности. И в этом смысле, если человек живёт так, если он так мыслит, то никакого и трон, никакого приобретения, никакого остатка у него не останется. И в этом смысле все, чем он занимался в этой земной жизни, исчезнет как пар, и он сойдет в могилу, и ничего с ним не останется. Если же мы не живем в пространстве под солнцем и под небом, если мы не закрываемся от Бога, если мы считаем, что вечность существует, если мы общаемся с Богом и стремимся исполнять Его святую волю, тогда все, чем мы занимаемся в нашей жизни, перестает быть суетой, и все становится осмысленным. И наши дела, которыми мы занимаемся, и мудрость, и наша духовная жизнь, религиозная жизнь, все это наполняется смыслом только в том случае, если мы выходим из пространства под солнцем и выходим в открытое пространство, начинаем ходить перед Богом и не скрываемся от Него, как некогда сделал это Адам в раю, спрятавшись от Бога в кустах. Итак, умение найти вот это приобретение, этот остаток, ну не случайно Соломон был из иудейского народа, что он ищет остаток. Так вот, Соломон говорит, что, как бы доносит мысль, что поиск этого остатка и умение его найти – это и есть мудрость. Мудрость для Соломона – это умение исполнять волю Божью и пользоваться благами, которые происходят у человека от исполнения воли Божьей. Потому что закон Божий или воля Божья – это некие законы духовного мира. И как материальный мир живет по своим законам, по законам физики, так и духовный мир живет тоже по своим законам. И когда Господь говорит свою волю, Он просто открывает человеку законы духовного мира. И мудрый человек умеет эти законы услышать и правильно их использовать и получить от этого приобретения. Мы говорим о мудрости, только основываясь на книге Экклесиаста, но еще и на другой книге Соломона, на книге Притчей, где он много говорит о том, что такое мудрость. И вот согласно обеим этим книгам, обоим этим текстам, мудрость – это умение жить по воле Божьей и пользоваться благами, которые от этого происходят. А глупость, соответственно, наоборот – это не состояние ума, то есть разума, это не состояние сознания. Глупость – это распутство, это гнев, это другие проявления низменных стремлений человека, это следование своим инстинктам в пику духовной жизни. Это все называется глупостью, потому что таким образом человек нарушает законы духовного мира и получает не наказание от Бога, по большому счету, а получает просто последствия нарушения духовных законов в первую очередь. И для Экклесиаста вот этот поиск истинной мудрости опять же связан с поиском Бога, и в конце концов только то, что связано с Богом и то, что связано с жизнью под покровительством Божиим, перестает быть суетой, перестает быть исчезающим паром. Есть еще одна очень важная тема в книге Экклесиаста, о которой стоит кратко упомянуть. Экклесиаст Соломон употребляет понятие «добро и зло», но говорит он о них не так, как говорят все остальные книги Библии, то есть добро – это нечто абсолютное, что исходит от Бога, а зло – это то, что противно Богу. Он говорит о добре и зле именно в отношении души человека. Добро – то, что человеку хорошо, то, что приносит гармонию и мир в его душу, а зло – то, что эту гармонию расстраивает. Так вот, Экклесиаст ищет, что было бы человеку хорошо, и если даже он не взлетает мыслью к вечной пользе жизни, он ищет, что было бы хорошо человеку, что привносило бы гармонию в его душу в этой земной жизни, в этой суетной жизни, и находит, что человеку хорошо только тогда, когда он исполняет волю Божью и живет по законам духовного мира. И в этом, собственно, и есть мудрость человека – жить так, чтобы тебе было хорошо, чтобы в твоей душе была гармония, а возможно, это только в жизни с Богом. Эту книгу в свое время еврейские мудрецы хотели исключить из Библии еще до Рождества Христова вместе с книгой «Песни-песни» Соломона. И аргументация была такая, что есть у нас закон – это слова Божии, которые сказал народу Моисей. Есть исторические книги, которые описывают жизнь Израиля и показывают промысел Божий в жизни святого народа. Есть пророческие книги – это книги пророков, которые тоже слышат голос Божий, которые транслируют слово Господа и которые толкуют историю Израиля, как историю промысла Божьего, и слова закона. А книги Соломона – это как бы слова самого Соломона, а не слова Бога. Здесь он не говорит ни о промысле Божьем в истории Израиля, здесь он не транслирует слова Бога, как один из пророков. И поэтому его слова хотели бы некогда убрать из Библии. Однако сам Соломон указывает на то, что его слова тоже от Бога, говоря в конце книги, что слова мудрых от единого пастыря. И здесь есть еще один очень интересный момент. В книге «Экклисиаста» по-еврейски «Кохолет» вот это название в еврейском языке женского рода. Сказалось бы, странно. Соломон – мужчина. Почему «Кохолет» женского рода? Так вот, женского рода в еврейском языке часто бывают абстрактные понятия. И в этом смысле «Кохолет» можно перевести как собрание, проповедующее людям научающей премудрости. То есть «Кохолет» – собиратель – это научающая премудрость. И в контексте чтения Священного Писания, в контексте Нового Завета мы знаем, что премудрость Божия – это Христос, это Сын Божий. И таким образом само название книги символически указывает на то, что эта книга пророческая, на то, что эти слова сказаны самим Христом через Соломона. Почему они так важны? Потому что человеку необходимо осознать суетность всего бытия без Бога. Без этого он не начинает стремиться к духовной жизни, без этого он не входит в контекст вечности. Если мы не осознаем тщетность всего, что нас окружает, без наполнения Божественным Светом, тогда для человека не наступает период новой жизни. Итак, эта книга, которая осталась промыслом Божиим в каноне библейских книг, и которая читалась первыми христианами, как одна из первых книг Священного Писания. То есть книга Экклесиаста входила в несколько первых учительных книг, с которых начиналось знакомство со Священным Писанием у древних христиан. Почему же эта книга так важна? В ней дается основание для начала духовной жизни. Здесь, в этой книге, Экклесиаст помогает человеку отлепиться от всего земного и устремиться к Богу, при этом не теряя все земное, то есть не уходя в пустыню, не уходя в пещеры, а сохранив свою бытовую религиозную жизнь. Экклесиаст предлагает ее просто наполнить правильным содержанием. В книге Экклесиаста начало звучит так. Слова Экклесиаста. Слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Так вот, это выражение слова обозначает на жесткий текст повествования. В Священном Писании бывает так, что текст начинается с слова «сказал». Сказал Бог или сказал некто. И такое начало «сказал» указывает на мягкое повествование, на мягкий текст. Но если текст начинается с выражения «слова Божьи» или «слова кого-то», тогда за этим обязательно следует жесткий, неудобный, получающий текст. Это введение говорит о том, что книга будет тяжелая, и вам может не понравиться то, что в этой книге написано. И начинает Экклесиаст сразу с таких слов. «Суета, сует», — сказал Экклесиаст. «Суета, сует, все суета». Суета, мы говорили уже, это пар, но даже на современный русский язык скорее это слово можно было бы перевести словом «чепуха» или «ерунда». Экклесиаст не просто говорит «суета, суета», он говорит «чепуха, чепуха», «все чепуха». И не случайно он начинает книгу с этого. Он как бы дает человеку встряску для того, чтобы тот оглянулся и сказал «ну как, почему?». И дальше ответ на это «почему» уже будет в книге. И в третьей главе Экклесиаст как бы дает ключ к пониманию, что является суетой, а что нет. Он говорит «познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоверие перед лицом его». То есть то, что делает человек, все бессмысленно, но то, что делает Бог, остается в вечности. И если Бог будет твоим сотрудником в жизни, то вся твоя суета только тогда будет наполняться смыслом. Хавель хавалим, а Марка хавалим, хаколь хавель. Так вот, в этой фразе «суета, сует» сказал Экклесиаст, «суета, сует» все суета, слово «суета» используется пять раз. Зачем в одной фразе использовать это слово пять раз подряд? Естественно, это делается не случайно, потому что Соломон был одним из мудрейших людей того времени и знал законы написания текста. И он знает, что люди будут читать эти слова. Так вот, пять слов обычно указывают... Число пять указывает на пять книг закона и указывает на пять видов ветхозаветных жертв. По большому счету, Экклесиаст как бы говорит, что все, чем мы занимаемся, вся наша религиозная жизнь, даже наша религиозная жизнь и все, что мы сейчас проживаем в нашем Ветхом Завете по закону, все это суета, все это прах. Если это не будет наполнено смыслом. Но в этом тексте суета употребляется не только пять раз, но и семь, потому что дважды это слово употребляется во множественном числе. А исходя даже из ветхозаветной традиции толкования, если слово употребляется во множественном числе, то его как минимум два. И поэтому получается суета, сует, суета, сует, все суета. Семь раз употребляет Экклесиаст слово «суета». На что указывает число семь? Прекрасно понимая, что его слова будут услышаны, Соломон вкладывает это число в первую фразу своей книги, и число семь указывает и на семь дней творения. То есть он как бы говорит, что все, что сотворено Богом в этом мире, все суета, если не наполнить это смыслом. Кроме того, Экклесиаст указывает и на семь возрастов человека, которые в ветхозаветной иудейской традиции уже были известны. Это детство, подростковый возраст, юношество, взрослый человек, человек, живущий с женой и детьми, и старик. Вот все эти семь возрастов, во всех их нет смысла в том случае, если человек живет без Бога. Как бы об этом говорит Экклесиаст. И если наполнить эту ветхозаветную фразу уже новозаветным смыслом толкования, то из этих пяти слов получается не только семь, но и девять. Потому что мы знаем, что в Ветхом Завете, когда говорится об одном Боге, говорится часто о трех. То есть мы встречаем в Ветхом Завете такие выражения «И сказал Бог», но на самом деле там написано «И сказал Боги». И этих Богов трое. И поэтому Новый Завет дает нам представление о том, что один во множественном числе может быть равно трем. Например, первая заповедь из десяти ветхозаветных дословно звучит так. «Я Господь, Боги твои, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Множественность указывает на троечность лиц Святой Троицы. И если мы представим себе, что эту фразу можно наполнить новозаветным смыслом, то получается слово «суета» во множественном числе будет считаться как три. И тогда фраза содержит девять слов. Это число девять указывает на тот момент, в который суета у человека может закончиться. Число девять указывает на девятый час, на время смерти Спасителя, на время, когда произошло искупление. Вот этот переломный момент в истории человечества, когда Христос на кресте пострадал за людей, дал возможность наполнить всю человеческую суету смыслом. И именно с этого момента, с момента крестной смерти и воскресения Спасителя, у человека появилась возможность наполнить и религиозную, и бытовую жизнь тем содержанием, которым предлагает Соломон. Кроме того, число девять указывает на девять даров Святого Духа, на девять плодов Святого Духа, которых говорит апостол Павел. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Если человек во все дни суетной жизни своей живет перед Богом и старается в своей душе возрастить эти плоды Духа Божьего, тогда вся его жизнь, вся его суета в жизни заканчивается, тогда его суета притворяется в осмысленное делание перед Господом Богом. Также число девять указывает обычно в ветхозаветной традиции на суд Божий, потому что в ряду простых чисел это последнее число, заключительное. И вот как раз именно к этому суду Божьему просит нас обращаться экклисиаст. Он часто просит вспоминать о том, что в конце концов Господь будет судить все, что мы сделали. И за все хорошее обязательно Он даст человеку воздаяние. Но при этом все то плохое, что человек совершил в жизни, если он это даже пытался скрыть, все это будет явлено перед Богом в последний день, в день суда. Итак, прочитав только первую фразу книги, мы уже видим, насколько много в ней разных смыслов. Но стоит закончить на том, что слово хавель, суета, здесь употребляется не только в форме существительного. Одновременно это же слово может употребляться как слово в поливительном наклонении, и при этом указывающее не на положительное исполнение, а на отрицательное. То есть здесь как бы экклисиаст говорит, не суетись, а наоборот, исключи суету из своей жизни. Вот это начало книги экклисиаста, очень сильное и очень интересное. Когда он говорит суета, сует, он не просто утверждает. Он одновременно с этим говорит, исключи всю эту суету, и тогда ты увидишь вечность, тогда ты сможешь обратиться к Богу. Исключи из своего поля зрения все суетное, все временное, все, чего не приносит тебе остатка в вечности, и тогда ты неизбежно нос к носу столкнешься с вечностью, столкнешься с Богом, и уже не сможешь от этого никуда отойти. Итак, мы начнем читать книгу экклисиаста, помня о том, что суетность в нашей жизни наполняет и нашу бытовую, и нашу религиозную, и нравственную жизнь, если эта жизнь проходит без Бога, и только с Богом, только вхождение перед Ним, только в контексте вечности, все наши дела, и бытовые, и религиозные, и нравственные, начинают приобретать смысл, начинают наполняться божественной жизнью и божественным светом. А закончить наш пролог стоит последними словами книги экклисиаста «Выслушаем сущность всего» «Бойся Бога, и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог проведет на суд, и все тайное, хорошо оно или худо». Субтитры создавал DimaTorzok